Хойники – город молодых. У селя, кем выпадку, имкнется стать минавито таким. У первой погоды минулого года у райцентра народилось около 80 детей. За этот период селета – 70. Сырот основных просьб, у которых выказывают же хары, – будовинство жилья и бассейна. В прошлые годы тут побудовали целый микрорайон, у которых худко заявятся еще два дома. Это основное наше направление – обеспечить всех многодетных, которые находятся на очереди в Хойницком районном исполнительном комитете. Их у нас на 1.07.2020 года 167, и уже 93 мы направили на строительство. И в сентябре месяце текущего года, значит, с экспертизы выходит проектная документация еще по одному 40-квартирному дому, по 240 указу, и мы приступим еще к строительству одного дома. Новые жилые дамы у Хойниках узводят филиял Мазырского домобудовничного комбината – мясовый завод железобетонных выработков. Предприемство мае уласную вытворчую базу, а тому з'является у городе бадай основанным забудовщикам. Почас приезду нашей сдымочной группы на объекте проводили демонтаж будовничного крана. Застается выканать отделочные работы внутри квартир. У наступном месяце объекты будет примать Державная комиссия, у составе якой широкое коло специалистов. Отдержбуд нагляду, десантстанции и Министерство по незвычайных ситуациях. Правда, значных зауваг подрачек не чекает. Якость работ тут на постоянном контроле. У Рэш-Ти-Сюня от этого напрямую залежит экономика завода. За качеством мы очень строго следим, потому что качество – это выход на рынок. А выход на рынок – это всегда есть объемы, это всегда своевременная зарплата, получение материалов и сохранение хорошего коллектива. Поэтому мы стремимся к качеству и каждый раз смотрим и хотим, чтобы у нас жалоб от наших застройщиков вообще не было.